моя родина сибирь необъятно велика как жених так и богатырь а как невеста так ягодка это вам не европа и не юг это сибирь и вот мне попадает руки вот такой материал я не могу его не озвучить так вы видите предметную страницу вот и письмо от деда самона так он себя называет от самонова решат на михаилович добрый день уважаемый Валерий Константинович направляю для ознакомления видео из нижнего ингошакра смотрю какая и у нас сады растут цветут и плодоночек хотя они не так ярко бильно как ваша волшебная но это пока мои яблони морозы не боятся я прикидываю что красный девиз и чем перчим мороз тем они румяне деревья не погибли ни в 2001 ни в 2005 совсем после 2020 год вот эти года да 21 22 и 2005 2006 я до сих пор помню с ужасом вспоминаю вот это было не сибирь а уже где-то арктика о том как я познакомился с железом ВК заочно ну посмотрим что он про меня в 1915 годы периодически находился в Абакане и был поездом в козу по работе задача стояла забыть новое и уличное чернки до своего сада никогда не проезжал мимо местных внимание мимо местных круто поможет и не местных однажды на выезде из Абакана по дороге в Краснодарство вопрос откуда дровички женщина ответила и сады залезняка найдешь на рынке в Сареногорске очередная поездка в Хузыл через Абакана кстати это крюк нашел рынок но не нашел железняка на рынке подсказали ищи в саду в Красном Хуторе нашел сад хозяева не оказалось пообщался с местными жителями мнение хозяина на все роды честно скажу вот так и уехал со своими делами черенки не только весной раздобыл вот такой период это я свою ставку когда меня хуторе не очень любили вот я старался быть своим когда похороны тут же приносил деньги на похороны хотя не знал даже кого хоронили вот когда надо было таскать воду из колодца то есть у людей не было колодца все не все я помогал таскать воду вот я участники двух ликвидации двух пожаров все равно я был чурак я был чурак вот черенки не только весной раздобыл по алексееву за прошлых садах мне хватило с лихвой алексеева это чудо-женщина из абакана это будет 14 год на одном дереве я привил 9 сортов ямы сегодня больше трех сегодня больше трех уже нет где-то в 1920 году по рассматриваю ролики с удовольствием в хакасе видно звуковых помидоров железы века посмотрели с короликов стало интересно ведь я делаю все так или почти так вот так находясь на расстоянии восточной на 507 километрах вы смотрите с точностью до метра и севернее на 316 севернее на 30 с лишним по прямой почти 600 нам деревья подсказали практически одно и то же я не ученик железа но его приемы мне понятны и близки из фирмы я узнал не только об их авторе на его друзьях здравствующих и ушедших светлые им память а богатый опыт принимаю на заметку да ни один сега да я дальше рыжила моя вставка ни один сега во мне не скажет что я за счет кого-то чего-то достал забыл вот я каждому рассказал рассказал огромное уважение рассказал с восхищением вот и ни разу не было чтобы если где-то я доставал черенок чтобы я не не вернул или не вернул это 25 10 мку вот поэтому он правильно пишет дед сам он светлой им память немного история создания моего сада после заселения дома весной для нас третий выдачу посадить небольшой фуртовый сад на присадном участке заброшен саду накопал 7 царяло и северок все одинаково но что это такое весной следующего года привел на них черенки полукультура то что у местных жителей нашлось и я же я буду тебя догадались почему я цитирую и отдельно фильм снимаю потому что когда я сюда попал я же в 80-м году вот они вот они в основном полукультурки были а какие они были хороши как они были хороши вкусные морозостойкие дальше читаю они почти все прижились пошли в рост это с первого раза разобрать черенки крупноплодных яблок появились пища слива груша с ними не все получилось и не сразу кусочки выплевали и погибали внимание выплевали а если выживали то цвели на урожая не было груша привитая на рву боярку рябина проживалась хорошо она через год-два погибала и я это проходил так продолжалось пока не привез костанское семь садико в советской души и я также только раздумал ближе чем костанское так как превысить эту новость то еще на месте было практически невозможно как многие покупал приводные осадки которые погибали если не в год посадки то на следующий а мои привитые росли цвели и даже не понемногу начали давать урожай в дальнейшем полностью отказался от привозных саженцев а для них подошел зрешим врагом тринадцатого пятнадцатого года строили объекты кузылья баками работал главным инженером стоит эта компания ребята еще один инженер я говорю лучшие садоводы инженеры лучшие инженеры это садоводы поняли вот но вот представляете это как бы одна семья мы инженеры появилась возможность попромышлять заброшенных садах абакана и подсинева хоть немного но нарезал щенку яблок грудь сошел орех мозгаца накопал сердце абрикос и лучшей вишни по цене познакомился с алексеевой под рукой нет ее фотографии долго искать чудо-женщина я сейчас не знаю что сейчас какая судьба потому что людей с назад она привозила ко мне в весь состав совет садоводов союз союз садоводов то ли абакана то ли хакасии вот она как мы с ней лично были знакомы она и привезла мне этот весь состав у меня есть фотографии как я с ними сфотографировался и как я гордился что такие люди замечательные приехали ко мне а потом несколько лет назад мне кто-то сказал она болеет а что дальше я не знаю так дальше он пишет у нее приобрел черенки десятка полтора сортов ямонь пятьдесят на пятьдесят на пятьдесят крупная и полукультурки три сорта грудь нарезала лозы три сорта винограда я уже сам укоррел получилось у продавцов фруктов в районе абакана покупал абрикосы и персики затем оставил кости под зиму схожесть неплохая хорошая даже правда не знаю какого рода прием не сеется может даже южане если с абрикосом все более нормально то с персиком надо работать абрикос готов к водоношению я в этом уже не сомневаюсь экспериментируй с черешни правда из магазинных ягод есть перезимовавшие без повреждения мороза но надо работать а мои крива выращивание ухода за деревьями и так и этак со словами без обломал немало веток на немало дрог а стихи и так и этак со словами обломал немало веток relomalonè модру dont вспоминаю письм наверное ленивый поэтому не стал копать шикарных я здесь мы одинаковым инженера у нас просто мозги так устроена не делать тупую работу там где это не надо делать восхищаюсь вами поэтому не стал копать шикарных все одинаково не перекапывал по деревьям и это одинаково не устраивал дамп не убирал дамп это понятно окучивать со всех сторон чтобы вода не растекалась глупейший прием я его называю для апрекосов и груш смертельный не убирал не убирая опавшую лесу и здесь одинаково ради что во дворе весной не зачищал кору тоже верно раз в два пробовал белить разореживым отказался и один раз один раз белил потом отказался так не применял не применяя удобрения на первом этапе по науке пытался перевоспитать деревья пригибал резал ветки формировал а деревья росли или пытались расти каким хотелось им хотелось им хотелось как вы правы дружище как вы правы заметил что у кори ветку лишился цветов на кончика этих веток укоротил да а укоротила где цветы быстрее вырезал ветку снизу удалил самую здоровую не стал резать летом очень и зимой за исключением нарезки червя в ноябре весеннее плохо или не прерывается совсем только весной нарезая вырезаем мертвую древесину без ее в наших условиях на совсем никак да да и мне приходится верно кавалергарда век неидовала косточка по седимой выглядела здоровыми за исключением невызревших покушек однако через некоторое время дерево засохло и дело не морозило на снизу подопрело снега много тает долго стол дерево в течение месяца а то и больше мокрое одно отгребание снега слова не всегда эффективно вода всегда бежит в гор стал делать бугорки стал делать бугорки на них выставить сливы же помогло просто это господа пора так что снег для деревьев беда и выручка со временем нашел способ противостоять мышам так со временем понял что у нас задача не перевоспитать а приручить дерево и тогда оно вопреки всем невзгодам преодолеет их и отблагодарить на силу сверхоброса вот произойдет вот так друзья вот он вот ведь заметьте бывает же такое я только одно говорю инженер у нас какая-то особая мозги как-то по-другому устроен по-другому так ну что дело еще о чем осанны халс так сложилось у меня с вами переписка есть есть мне нет этих опять фотографий как это случилось я или с этим васапом который это он какой-то довольно странный я помню ваши фотографии прекрасно вот их надо бы еще показать вот я сейчас если только ладно затем у нас все время есть есть не такой длинный фильм получился сейчас я попробую еще в одном месте найти в одном из моих найду не найду найду не найду найду не найду найду не найду сейчас откроется не откроется не то не то не то не то не то и это не то это не то вообще не хочешь мне показывать все сейчас я покажу наверное несколько фотографий а вы скажете ваши не ваши это у меня ближайшие вебинары будет о чем поговорить а вот это не ваша так давайте так вот фотографии если не ваши значит кто-то очень умный не только мы с вами умеем выращивать сады но если ваши то ваши смотрите итак зима снегу море весна затопило вот почему-то у меня такая ассоциация вы сказали снег в море бывает при вот видите возможно ваши фотографии ну я у просто такой возрасте вот все таки засвело что касается слив ой как они крепки на выплевание а вот они это ну колитесь ваши нет ох и если это не ваши как обидится автор этого ну а это уже дальше пошла другая тема так сейчас будем заканчивать фильм значит что получается получается что мы познакомились замечательным человеком вот за что я очень благодарен судьбе потому что вы думаете как я о я такой герой я такой это я сам догадался знаете это как говорила этот самый мультфильм про Соквашина с ума сходят по одиночке а если нас двое значит я не с ума сошел и вы не с ума а результат вот он благодарю за внимание друзья еще раз побольше бы таких писем я получал насколько легче было бы жить и до сих пор нет нет такое это самое напишут в комментариях что хочется все бросить спасибо за это за помощь спасибо за просмотр! и